И даже если бы он мог, все равно Даудов обязан его содержать. Потому что этот человек лишился возможности зарабатывать из-за Даудова. Чтобы платить за газ, другие люди, которые должны платить за газ, они тоже должны где-то работать, они должны зарабатывать эти деньги. Либо эти деньги им должна дать власть. Чермо, сегодня передали три качана капусты дома родителям. Не говори, что не помогают. Ага, бабки имеются. Насколько они бесстыдны. Они не помогают никому. Еще что-то сказать хотят. США самая пострадавшая страна, но платит своим жителям 3200 долларов на 2 месяца. Бесплатные продукты и тому подобное. А эти даже просто каникулы ЖКХ дать не хотят. Пусть Аллах уничтожает их богатством. Амин. Зелимхан Тумсо. Мой друг в Грузии, он говорит, что у них отменили коммунальные платежи. И в каждых магазинах лежат товары для бедных. Там есть все, чтобы прожить людям, которые не имеют денег. Это отлично. Я не сомневаюсь, честно говоря, что в Грузии полно здравомыслящих и нормальных, добрых людей, которые решат этот вопрос. А если они будут поступать несправедливо, то грузины просто выйдут на улицу и свергнут эту власть. Они прекрасно знают свой народ. Грузины, они уже не один раз показали и доказали, что они могут. Если они уходят, то это обычно, ну не обычно, но может закончиться сменой власти. Поэтому грузинская власть это знает. И в целом, как бы, в Грузии народ не запуган. Там совершенно другой режим. Там люди могут выходить, могут заявлять о своих правах. Поэтому в Грузии, я уверен, что там будет все нормально. Там несправедливо с ними не поступят. В Муслим в Чечне раздали около 4 тысяч продуктовых наборов. Наборов фонд Кадырова раздал жителям больше полумиллиарда рублей. По указанию властей, к людям ходят во дворы, раздают продукты. Так что ты в корне не прав. Надо говорить правду, выгодно она тебе или нет. Вот сейчас, после вот этих слов, где это было? Вот фонд Кадырова раздал жителям больше полумиллиарда рублей. Вот после этих слов, здесь нужно было вот эту ставку сделать. Помните этого? Человек ложь был такой. Он заходил и говорил, это вот ложь. Правда, он иначе возражался. Так вот, это все ложь. Никаких полумиллиардов, ничего фонд Кадырова не раздал. Ничего фонд Кадырова не делает. Из того, что заявлено как благотворительность фонда Кадырова, ничего из этого не является благотворительностью фонда Кадырова. Я это доказывал неоднократно и еще буду доказывать. Еще буду доказывать. Еще готовятся у меня материалы по этой теме. Ничего из того, что фонд заявляет, что они что-то сделали, потратили какие-то деньги на благотворительность, это не является их благотворительностью. Это все выдается за их благотворительность. Так что не рассказывайте нам ЧГТРКшную пропаганду. Если вам по ЧГТРК рассказали, что они потратили 400, сколько там, полмиллиарда рублей, это ложь, ничего они из этого не потратили. И ничего из того, что говорят на ЧГТРК грязный, этому верить нельзя. А что касается там раздачи продуктов и так далее, да, действительно, продукты и все это, это все из федерального бюджета, на это выделяются деньги. То же самое на покупку, например, скорых помощей, которую тоже выдали за благотворительность фонда Катырова, на самом деле это было сделано из федерального бюджета. Так вот, это все выделяется, действительно есть, но до людей это не доводится, понимаете? Людям, лорд, вместо того, чтобы помочь с продуктами, он им говорит, иди и продай свой автомобиль и купи на это пропитание для своих восьмерых детей. И он предлагает ему продать этот свой автомобиль в карантин, когда все загнаны домой и никто не может выходить на улицу. Он предлагает ему в карантин продать свой автомобиль. Вот так вот работает на самом деле благотворительность в Катыровской Чечне. Так что эти сказки оставьте там для других площадок, для других людей. Правда, она действительно невыгодна, и она невыгодна для лжецов. Для нас она выгодна. Для лжецов она невыгодна. И правда, она не такая, как они рассказывают по ЧКТРК грязно. Арзамас в Чечне, так как раз людям помогает власть так, как больше никто и нигде не помогает. Как ты можешь заявлять, что не помогает? Почему тебе не стыдно так нагло врать? Ну тогда ты должен это, Арзамас, предъявить не мне, а своему спикеру, своего парламента, Даудову. Я привел лишь его слова. Это он говорит, я не буду помогать тебе, говорит отец огромного семейства, восьмерых детей. Я тебе, говорит, помогать не буду. Продай, говорит, автомобиль и помоги своей семье сам. Это не я сказал. Это говорит твоя власть. Я лишь наоборот призываю эту власть твою, который так доволен. Я лишь призываю, чтобы она тебе помогала, чтобы она не говорила, чтобы ты продавал там свою машину, свой принтер дома, свой диван и покупал еду. Вот что я говорю. Ты наоборот должен был меня поддержать. Я заправдал. Лорд ведь говорил про мужика, у которого во дворе две дорогие машины и огромный дом. Что такому человеку стыдно просить? А нуждающимся у нас помогают. Не думаю, что ты не в курсе, пострадав, поспрашивай у своих подписчиков, живущих дома. Подожди, а этот человек, у которого большой дом, у которого два хороших автомобиля, он должен умереть с голоду? Его дети должны умереть с голоду? Объясни вот эту логику. Почему человек, который своим трудом заработал себе на дом, на хорошие две машины, он жил своей обычной жизнью? Он не просил ничего у Даудова, у Кадырова. Ему не нужно было. Он вполне был в состоянии обеспечить свою семью. Его лишили этой возможности как раз таки Кадыров, Даудов и все остальные. Они лишили его этой возможности. Теперь он должен умереть с голоду просто из-за того, что у него хороший большой дом и дорогие автомобили? Но он не копил, понимаешь? У него нет денег, чтобы обеспечить свою семью спустя две недели карантина. Нет у человека денег. Он ведь не рассчитывал, что объявят карантин и не будут разрешать выходить на улицу. Поэтому он как бы не подготовился к этому. Простите его, пожалуйста. И сегодня продать один из дорогих автомобилей он тоже не может. Потому что карантин. Нету рынка сбыта. И даже если бы он мог, все равно Даудов обязан его содержать. Потому что этот человек лишился возможности зарабатывать из-за Даудова. Из-за того, что Даудов вел такие ограничительные меры. Даудов с Кадырова. Поэтому будьте добры. Накормите восьмерых детей, его самого и его жену. Накормите их. И в том числе и бедных людей тоже кормите. Это их непосредственная обязанность. Ты когда в электросвязи работал, давал каникулы людям. За газ нужно платить, чтобы люди, работающие в компании, получали зарплаты. Даже в полностью разрушенной Ичкерии брали деньги даже у людей, работающих на рынке за аренду навесов Карл. Совершенно неуместное сравнение. Я когда работал в электросвязи, давал ли я каникулы людям? Не я даю каникулы людям, а законодательство России, трудовое законодательство России, оно дает возможность человеку уходить в отпуск. Это и есть каникулы. Я не знаю, что это имело в виду под каникулами. Я точно так же, как и любой другой работник электросвязи, я уходил по плану в свой отпуск. Обычно я это делал, кстати, на Рамадан. Вот сейчас, если бы я работал у себя дома в электросвязи, я бы сейчас был бы, наверное, в отпуске. Далее. За газ нужно платить, чтобы люди, работающие в компании, получали зарплаты. Чтобы платить за газ, другие люди, которые должны платить за газ, они тоже должны где-то работать. Они должны зарабатывать эти деньги. Либо эти деньги им должна дать власть. Вы поймите, что иначе это не работает. Деньги, как сказала Эмания Несиевна, под подушкой не рождаются. Этот миллион под подушкой, он там не рождается, он там не печатается. Эти деньги зарабатываются. И когда ты лишаешь человека возможности заработать, ты должен ему это компенсировать. Ты должен дать ему возможность платить за газ, платить за еду. Дай ему эти деньги. Это же элементарно. Неужели вы не понимаете этого? Или вы делаете вид, что вы этого не понимаете? Неужели у вас тоже уже потеряна связь с реальностью? Это Кадыров потерял связь с реальностью, потому что он уже зажрался. Но вы-то куда? Вы что, тоже зажрились? И что там было далее? Даже в полностью разрушенной Ичкерии брали деньги даже у людей, работающих на рынке, за аренду. За аренду, Карл, у работающих людей брали. А не так, чтобы посадить их дома, лишить их возможности работать на рынке, и потом брать у них аренду за это место на рынке. Вот это, понимаешь, был бы беспределом. Да, Карл, у них брали деньги за аренду, потому что им давали возможность там работать, зарабатывать деньги, и у них была возможность платить эту аренду. А здесь тебя лишили возможности зарабатывать деньги и говорят, плати за газ. Чувствуешь разницу, Карл? Тумсо, я с тобой не согласен, работаю водителем. Сегодня в нашем районе 100 человек получило по 10 тысяч рублей, и 500 семей получили продуктовые наборы. При другой власти люди с голоду умирали. Тумсо, и ты прекрасно это знаешь, не вводи людей в заблуждение. Но тогда объясните мне этот ролик Даудова. Это ведь не я сел в эфире и сказал, что продай свой автомобиль и накорми своих детей. Это сказал Даудов. Если все, как вы говорите, вот так, все так прекрасно, в прекрасной кадыровской Чечне, почему спикер парламента говорит человеку продать свой автомобиль и накормить 8 восьмерых своих детей? Почему? Опять-таки, обратитесь тогда к своему спикеру парламента. Значит, здесь что-то не так. Чермо, сегодня передали три качана капусты дома родителям. Не говори, что не помогли. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»